Журнал «Вокруг света» 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 В школе дети получают возможность раскрыть свои способности, сориентироваться в более высоком технологичном конкурентном мире и учиться в современной школе. И интересно, и увлекательно. Все начинается с урока. Школьный урок – это способ достижения целей. А применение современных технологий позволяет построить на уроке активную работу обучающихся так, чтобы их активность не подкреплялась лишь за получение двойки. Поэтому современное преподавание предметов мне, как и многим из нас, видится в личностно ориентированном подходе. Огромный вклад в развитие этого внесли отечественные педагоги Аманашвили, Беспалько, Давыдов, Игоцкий, Шаталов, Шевченко и многие другие. Современное преподавание отличается прежде всего организацией урока, потому что позиция педагога по отношению к ученику учебного процесса и роли учителя в нем ориентирована на формирование деятельности, а не на передачу информации. Позиция ученика как субъекта образования – быть активным участником, инициативным участником исследовательской деятельности, обогачающим свой субъективный опыт. А характер взаимоотношений между учителем и учеником выражается в развитии активности учащихся, организации равноправного общения в ходе учебного взаимодействия и создании атмосферы взаимной заинтересованности в работе друг друга. При этом обеспечивается ориентир на самостоятельный поиск и самостоятельную работу, самостоятельное открытие ученика. Выявляются и учитываются склонности и предпочтения в процессе обучения, организуется работа с познавательными стратегиями учащихся в процессе познания, происходит открытие уже действующих законов и закономерностей при совместном участии учителя и ученика. Оценка познавательной деятельности сначала осуществляется учащимся, затем учитель, а также организуется совместное использование учителем и учащимся количественных и качественных способов оценки процесса и результатов познания, таких как учет способов, фактических результатов, объема, фактической разницы стартового и промежуточного результата. При этом учитель помогает осознать ученикам их познавательные стратегии, организуя между ними обмен способами познания. В то же время учитель помогает ученику уйти от структулезности при изучении предмета, нацеливать на практическую значимость изучаемого, тогда и происходит осознание ценности знаний. Но для качественного восприятия и усвоения знаний важен правильный выбор педагогических технологий, методов, приемов, формулок, к чему и призывает инициатива наша новая школа. Вспомним некоторые современные технологии, позволяющие активно воспринимать знания, способствующие формированию компетентности. Технология развивающего обучения позволяет направить учебную деятельность на самостоятельный поиск новой информации на основе уже имеющегося субъективного опыта. Технология проблемного обучения способствует формированию детей когнитивной и функциональной, а также личностной компетенции. Игровые технологии нацеливают на использование имеющегося субъектного опыта, получать новые навыки коммуникативности и социализации. Технология критического мышления развивает компетентность ученика не принимать безоговорочно знаний, а используя субъектный опыт, анализировать ситуацию и делать собственные открытия. Применяются все чаще и информационно-компьютерные и интернет-технологии. Используются электронные учебники, интерактивная доска, готовность учащихся осваивать и применять новые знания для решения практических задач в жизни. А здоровье и сдвигающие технологии развивают навыки здорового образа жизни. Мониторинговые исследования используются для контроля и усвоения материала. При этом развивается компетенция самоанализа и самоконтроля. Инициатива наша «Новая школа» предлагает требования к результатам должны включать не только знания, но и умения их применять. В число таких требований должны войти компетентности, связанные с идеей опережающего развития. Все то, что понадобится школьникам и в дальнейшем образовании, и в будущей взрослой жизни. Организация современного урока отличается не только специфическими методами преподавания, но и степенью учета интересов и способностей учащихся, а также способами степени взаимодействия учителя с учеником. Кроме того, и реальными возможностями выбора учеником содержания обучения, уровня и методов усвоения. Применение разных педагогических технологий предоставляет возможность использовать разную информацию, помогает ученикам адаптироваться в жизни. Именно на уроке происходит поиск общих смыслов и ценностей, развивается умение работать со всем потоком информации, формируются основные компетентности. Методы – самые результативные методы для развития личности, активные методы обучения. Поэтому современный урок – это внедрение интерактивных технологий, основанных на взаимодействии участников в процессе общения, так как там, где людям приходится решать касающиеся их проблемы, интерактивные методы оказывают неоценимую помощь в нахождении общего языка и поиске приемлемых решений. В современном образовании есть возможность предоставления ученику права выбора. С одним важным условием – оно всегда уравновешивается осознанной ответственностью за свой выбор. Отсюда следует, что необходимо регулярно контролировать любой процесс обучения с помощью развитой системы обратной связи. Инициатива «Наша новая школа» предлагает эффективное внедрение новых образовательных стандартов, невозможно без адекватной системы обратной связи, системы оценки качества образования. Здесь предстоит развивать оценку качества при переходе от одной школьной ступени на другую, вводить инновационные механизмы добровольной оценки качества по разным группам образовательных учреждений. Цитируя Эпштейна, «Чем дольше массовая школа будет сопротивляться естественному желанию детей играть и увлекаться чем-то, и через это учиться, тем шире будет разворачиваться альтернативное образование, занимая все более важное пространство в жизни общества». И говорит Эпштейн, «Это правильно. Классно-логичная система, распространившаяся в эпоху просвещения, как отклик на совершенно конкретную общественную потребность. Ее недостатки были очевидны с самого начала, но мальчишки много веков противились навязанной ими зублежке». А противится ли современная школа развитию личности? Навязывает ли современная школа зублежку? А в Костоке, вероятно, не знает или не хочет знать, что давно уже нет. Современная школа располагает огромным потенциалом разных технологий, методов, форм, приемов. Школа находится в разработке адекватной системы обратной связи, системы оценки качества образования. Что мало пока делает современная школа? Слабое освещение современных достижений педагогики в средствах массовой информации. Не в специализированных, а в средствах массовой информации. Мало говорится о том, какие у нас замечательные достижения, уважаемые коллеги. Но инициатива «Наша новая школа» и предлагает более тесно взаимодействовать с семьей. Система школьного образования должна стать открытой и понятной для родителей и общества. Приходить в школьные учреждения станет и интересно детям и взрослым. Школы как центр досуга предлагается в инициативе «Наша новая школа». Будут открыты и в будние, и в воскресные дни. Школьные мероприятия станут привлекательным местом отдыха семьи. Все это насущная необходимость. И в заключении. Образовательная система Российской Федерации представляет возможность получения образования всем. Бедным, богатым, здоровым и детям с ограниченными возможностями. Именно поэтому школьный урок в классе как способ достижения цели – главный ресурс реализации национальной инициативы «Наша новая школа». Спасибо за внимание.